Порабощение и массовые убийства продолжаются и в наши дни, полностью поддерживаемые и санкционированные новым мировым порядком. Красный Китай, лаборатория глобалистов, доказательная почва их планов, где почти полтора миллиарда людей проживают свои жизни, как подопытные крысы на испытательном полигоне. Для формулирования прекрасного нового мира. Американские и британские военные силы действовали плечом к плечу с Мао Цзэдуном на протяжении Второй мировой. И в конце войны они тайно поддержали Мао в вытеснении националиста Чай Канши. Тогда ЦРУ считала Мао фактором стабилизации. Наставник Билла Клинтона, профессор Университета научной политики Джордж Тауна, Кэрол Куидли, поведал в своей книге «Трагедия и надежда», как группы англо-американского круглого стола поддерживали любые веяния авторитаризма, от коммунизма до фашизма, для точки на них планируемых принципов доминирования над населением и экономикой. Элита – это монополисты. Они стремятся через создание монополий и пороховую бочку властвовать над людьми. Руководящая верхушка нового мирового порядка в своих письмах непрерывно восхваляет коррумпированную коммунистическую модель Китая. В августе 1973-го, в статье, написанной Дэвидом Рокфеллером для New York Times, он открыто хвалит и поддерживает деятельность Мао Цзэдуна во время празднования их системы управления и власти. «Какой бы ни была цена китайской революции, эта страна, безусловно, преуспела не только в создании более эффективной и посвятившей себя правому делу администрации, но также и в создании высокой морали и общей цели. Социальный эксперимент в Китае под лидерством председателя Мао является одним из самых важных и успешных во всей истории». Дэвид Рокфеллер, New York Times, 10 августа 1973-го года. «Красный Китай» — это модель запланированного общества нового мирового порядка. Китай за свой политический курс получил от ООН больше наград, чем какая-либо другая нация. Для планировщиков-глобалистов авторитарный Китай — это будущее. Китай принял политику одного ребенка путем воздействия консорциума юрганистических организаций, который включает Объединенные нации и запланированный статус родителя. Пары, которые имеют более одного ребенка, серьезно штрафуются или лишаются свободы. Практика принудительного аборта в Китае вместе с культовым желанием иметь мальчика в семье погрузила страну в углубляющийся кризис. Мужское население сегодня превышает женское на 30 миллионов. Китайское государство безжалостно расправляется с любыми формами несогласий с его политикой. Альтернативные вероисповедания, сторонники движения Фалунг-Гонг, проповедующие праведность и сострадание, бастующие рабочие фабрик, посылаются в принудительные трудовые лагеря. Их кровь и органы каталогизируются для подготовки к продаже. Китайское правительство продает органы заключенных на мировом рынке донорских органов. Если богатый пациент решается на операцию в Китае, ради него убивают заключенного, затем первому пересаживают его донорские органы. Если же органы утекают из страны, то специальная мобильная бригада быстрого реагирования казнит человека и извлекает его органы по пути к ожидающему самолету. Китайские общественные пострекатели подвергают эвтаназии пожилых и инвалидов. Китай в полной мере следует проектам глобалистов по устройству мира. Такая же античеловечная тотальная метода постепенно предваряется по всему миру. Уменьшение численности населения должно иметь высший приоритет внешней политики по отношению к странам третьего мира. Генри Киссинджер, 1974 год. В наши дни возникла необходимость в новом мировом порядке, но сегодня это требует различные характеристики для различных частей мира. Однако ни одна из них сегодня не может сработать. По моему мнению, это своего рода набросок, который однажды, в последующие годы, проявится. Где зарождается такое мышление? Почему, когда элиты убивают массивы людей, никто не сопротивляется им? Какая идеология движет извращенными умами элиты? Еще 2400 лет назад, во времена Платона, государственные планировщики открыто объявили своим желанием тщательный контроль жизни простого человека. От программ по размножению до массового истребления неугодных, их темная мечта пропутешествовала тысячелетия до наших дней. Евгеника — это наукоучреждения подсоциального контроля, которые улучшают или ухудшают расовые качества будущих поколений, физически или ментально. Сэр Фрэнсис Галтон. Научная рациональность тирании всегда была привлекательна для элиты, потому что она создает удобное оправдание за обращение со своими собратьями хуже, чем с животными. Роберт Томас Малтас получил известность за фразу, что продовольственный коллапс мог бы помочь решить проблему очистки земли от бедняков. Его сценарий позже был назван «Малтасской катастрофой». Идеи Малтаса привели к становлению новой научной области, которая доминировала над курсом человеческой истории в последующие 200 и более лет. Чарльз Дарвин, поклонник Малтасской модели, главный вдохновитель учения о естественном отборе, развил эволюционную теорию. С помощью Т. Х. Хаксли, известного как Бульдог Дарвина, за энергичную поддержку взглядов ученого, теории Дарвина были широко одобрены в среде высших научных кругов Англии, а затем и остального мира. Кузен Дарвина Фрэнсис Галтон, считающийся отцом Евгеники, видел возможности прогресса человеческого рода через доминирование эволюционной теории Дарвина и прикладных социальных принципов для развития социального дарвинизма. Семейства Дарвинов, Галтонов, Хаксли и Ветчвуд были так поглощены проектом своей новой социальной теории, что их семьи обязались вступать в брачные связи исключительно между собой. Они ошибочно предположили, что всего через несколько поколений их фамилии приведут в свет суперлюдей. Находящаяся в стадии становления псевдонаука систематизировала практику межродственного скрещивания, ранее популярного в элитных сферах золотых веков. Эксперимент четырех семейств окончился катастрофой. Всего за два поколения межродственного скрещивания около 90% их потомства или умерли при рождении, или поимели серьезные физические или психические недостатки. Голубая кровь планеты, особенно королевские семейства, которые уже были одержимы породным размножением и полны презрения к низшим слоям, ухватились за новую науку и стали энергично проводить в жизни ее цели. Биометрия, вроде новая наука, фактически была разработана Галтоном в 1870-х для просвеживания расовых черт генетического учета и как путь к отборному лицензированию размножения. В 1904-м под управлением Евгеника Чарльза Далленпорта в США стартовала научная сервиская программа «Колд Спринг Харбор», финансированная видными магнатами-грабителями Корнеги, Рокфеллером и Херриманом. В 1907-м в США вступили в силу первые законы по стерилизации. Граждане с умеренным уродством или низкими тестовыми оценками в их персональных карточках были арестованы и насильно стерилизованы. Вам 17, Алиса, не так ли? Да, но что вы сделали с моими родными? Ну, мы пытаемся им помочь, Алиса, и тебе тоже. Сегодня днем их забрали в больницу. В больницу? Но этим утром никто из них болен не был. Мы посчитали необходимым предоставить дело твоей семьи на рассмотрение Государственной медицинской комиссии, и после тщательного обследования было принято решение, что вся твоя семья должна быть стерилизована. Но что это? И я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, в нашем государстве есть закон, который предписывает таким людям проведение операции, после которой они более не способны рожать детей. Понимаю. Теперь мы отвезем твоих братьев туда, где о них позаботятся должным образом. И ты через какое-то время сможешь вернуться к своей работе. Я все устрою так, чтобы тебя не уволили за прогулы. Но я не собираюсь бросать работу и никуда не собираюсь идти с вами. Теперь и тебе нужно в больницу, Алиса. Так вы говорите, что я после этого никогда не смогу иметь детей? Верно. Но я совершенно здорово. Я не пойду в больницу. Нам не нужны неприятности, девушка. Но если ты откажешься идти, то полицейский поведет тебя туда силой. В 1910-м была организована Евгеническая архивная служба Соединенных Штатов. К тому времени британцы создали первую сеть общественных работников для слежих и продвижения в жизнь культа Евгеники, что быстро захватывало контроль над западным социумом. Общественные работники решали, у кого можно отобрать младенцев, кого можно стерилизовать, а в некоторых случаях и бесшумно убить. В 1911-м семейство Рокфеллеров экспортировало Евгенику в Германию, субсидируя Институт Кайзера и Вильгельма, который позже сформировал центральный столб Третьего Рейха. В 1912-м, после Международной конференции по Евгенике в Лондоне, эта наука приобретает статус повального помешательства и сверхпопулярности. Футурист и автор научно-фантастических бестселлеров Герберт Уэллс изучал биологию по учениям известных евгеников, распространяя затем новую веру по всему миру. В 1916-м